Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Социально-экономическое развитие республики обсудили сегодня на совещании с участием первого заместителя министра экономики России Михаила Бабича. Компания Аквалайн, производственные мощности и программа по развитию гостей с федерального центра ознакомились с продукцией и планами предприятия. Модернизация завода «Кавказмясо». Что изменится после реконструкции? Сегодня был торжественно заложен камень под предстоящие изменения. Какие профилактические мероприятия проводятся в школах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции? Репортаж Вестей. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел двухстороннюю встречу с заместителем председателя правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. На сегодняшний день банк участвует в реализации ряда крупных социально-экономических значимых проектов в сфере сельского хозяйства, активно поддерживать сельхозтоваропроизводителей. Стороны обсудили возможный формат расширения сотрудничества между правительством республики и банком с целью развития перспективных направлений агропромышленного комплекса республики и смежных отраслей, которые будут способствовать укреплению экономики региона и созданию новых рабочих мест. Реализацию инвестиционных проектов и в целом социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии обсудили сегодня на совещании, которое сегодня провел первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич и глава республики Рашид Тимрезов. Михаил Бабич указал на необходимость минимизации последствий кризиса, возникшего в связи с эпидемиологической ситуацией, отметив при этом, что руководство региона, несмотря на сложный период, смогло оказать необходимую поддержку бизнесу и в целом населению. По его словам, в Карачаево-Черкесии имеется хорошая основа для развития экономики, республика участвует в 18 госпрограммах, реализуется 48 региональных проектов. Зам. министра акцентировал внимание на необходимости развития Домбая и Архыза, которые имеют, по его словам, не только всероссийское, но и международное звучание, что даст мощный импульс для дальнейшего становления туризма и как в Карачаево-Черкесии, так и в целом на Северном Кавказе. Кроме того, Михаил Бабич сообщил, что будет изыскана возможность для реконструкции драмтеатра и строительства Ледового дворца. Рашид Имрезов отметил, что за весь период сотрудничества сложились достаточно конструктивные деловые взаимоотношения с Министерством экономического развития России и поблагодарил Михаила Бабича за поддержку в реализации социально-экономических проектах республики. Затем делегация направилась в компанию «Аквалайн» в Черкесске. Это предприятие по добыче и розливу минеральной и питьевой воды. Ее роль в экономическом развитии Карачаева-Черкесии имеет важное значение. Что еще узнали гости о компании и ее производительных планах, расскажет Альмина Ламкова. В компании «Аквалайн» предусмотрены все необходимые меры защиты в связи с распространением вируса COVID-19. Осмотр гостями предприятия начался с цеха по производству минерально-лечебно-столовой газированной воды «Псыш». Этот бренд в 2017 году вошел в десятку самых удачных по версии «Форбс». Таким образом растет и популярность регионов, в которой производится этот продукт. В итоге динамичного развития производства не только поступают налоговые отчисления. Но и создаются новые рабочие места. Виды продукции, которые выпускает наша компания, это торговая марка «Эль Брусинка», это детская вода «Тля-ляль», это легенда гор Архыс и горная вершина. Средняя численность работающих на двух производственных площадках составляет 600 человек. Тем самым мы обеспечиваем рабочие места нашей республики. Все циклы работы в компании запрограммированы, автоматизированы. И качество подготовки воды никак не зависит от настроения оператора. Предприятие имеет семь современных производственных линий разлива. В данном цеху происходит выдув бутылки. Затем в неё наливают продукт. Это лечебно-столовая вода. После чего в производственной лаборатории обязательно проводится контроль за качеством выпускаемой продукции. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен. Сладкая минеральная вода. И даже для самых маленьких потребителей. Всю изготовляемую продукцию представили гостям. Это десятки наименований товаров, которые прочно завоевали место на отечественном рынке. Мощность объёма производства внушителен. Около 300 миллионов литров в год. Компания имеет две производственные площадки в Черкесске и Архызе. Они оснащены высокотехнологичным оборудованием европейских компаний. Продукция «Аквалайна» сертифицирована по всем международным стандартам. Что же касается качества и места добычи, то это горные источники Корчаева-Черкесии. Вода здесь отличается необыкновенной прозрачностью и отличным вкусом. Вода добывается из скважины, доставляется на производство и доносится потребителю в первозданной видеочастоте. На сегодняшний день компания «Аквалайн» ввела в эксплуатацию склад хранения готовой продукции. Запустила транспортную систему. Процесс развития производства постоянно совершенствуется. На будущий год здесь планируют ввести баночную и новую стекольную линии. На старте проект по продаже товара на зарубежных рынках. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня положен старт модернизации завода «Кавказ мяса» в Черкесске. По такому важному случаю был торжественно заложен камень под предстоящие изменения. В событии приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов и первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, председатель совета директоров Дамате Наум Бабаев. После реконструкции мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. Мадина Каракетова продолжит. Вооружившись мастерками глава Карачаева-Черкесии Рашид Емрезов, первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич, соучредители и председатель совета директоров группы компании Дамате Наум Бабаев приготовились к ответственному моменту. В лунку заливают цементный раствор и вот символический золотой первый кирпич, а знаменующий начало масштабной реконструкции предприятия «Кавказмясо» торжественно заложен в символический фундамент. Группа компаний Дамате в финансовом партнерстве с Россельхозбанком начинают модернизацию предприятия в рамках проекта по производству баранины. Для Карачаева-Черкесии это очень важный проект, считает глава республики Рашид Емрезов. Компания Дамате, она действительно уже не только с российским именем, но и с международным. И то время от старта, когда мы решили, договорились с руководителями этой компании, компании Дамате, о том, что мы будем это реализовать на территории республики, и вот до сегодняшнего дня прошло достаточно короткое время. Самое главное, то какие цели и задачи. Это не только инвестиционный проект, который будет реализован на территории республики. Сегодня об этом говорить. Это и школа фермеров, это и развитие генетики. Овцеводство в последнее время, конечно, утратило свои позиции, но я считаю, что сегодняшний день, сегодняшнее открытие, это заложение, то, что мы камень заложили, это все-таки, я считаю, что возрождение овцеводства Юга России. В этом вопросе быть пионером почетно отметил Рашид Емрезов. Помимо этого, реализация проекта даст республике более 500 рабочих мест и значительные налоговые вливания в республиканский бюджет. Соучредитель и председатель группы компании Дамате Наум Бабаев рассказал, что поставлена амбициозная цель – возродить производство баранины в СКФО и вывести эту отрасль на совершенно новый высокий уровень. Тем более на Кавказе с мясом и с его приготовлением связаны свои собственные традиции. Мы хотим как раз использовать те традиции, которые есть на Кавказе, и привнести в них немножко больше инноваций, современных технологий и, наверное, сделать это мясо еще более качественным, сделать так, чтобы это мясо было более транспортабельным, имело лучшие сроки хранения и предотвратило больше доход для фермеров. Поэтому мы не ломаем как раз традиции, а мы вписываемся в те традиции, которые есть и добавляем изобряемых хорошими технологическими новшествами. Наум Бабаев рассказал, что работать Дематы будет в кооперации с исследовательскими институтами и фермерами. Последним предлагается попробовать племенной материал восьми всемирно известных пород овец. Реконструкция Кавказ-мяса обойдется почти в 3 миллиарда рублей. Входит, собственно говоря, вот этот завод реконструкции, а также входит строительство откормочника в Ударном. Это здесь недалеко. Также у нас есть еще один откормочник в Старопольском крае. И, наверное, появится еще несколько подобных площадок. Это будут и откормочники, и племенные фермы, которые могли бы поставлять фермерам племенной материал. Мы думаем, что до 6 миллиардов стоимость проекта возрастет. Собственно, о самой реконструкции. После проведения всех работ мощность предприятия составит 720 тысяч голов в год. 42 тонны продукции в сутки. Будет смонтирована суперсовременная автоматизированная убойная линия мощностью 300 голов в час. В Кавказ-мяса будут производить полуфабрикаты из баранины, фарш, маринады, консервы в жестяной и стеклянной таре. Все натуральные сертификации «Халал» и «Кошер». Качество продукции будет контролироваться на каждом этапе производства. И очень важно, отметил Наум Бабаев, на заводе установят современные очистные системы и организуют переработку производственных отходов. Первый заместитель министра экономического развития России Михаил Бабич отметил важность оказания меры государственной поддержки проектам, имеющим тенденцию к логическому завершению. Предполагаем выделять средства на инфраструктуру преференциальных зон развития, то есть индустриальные парки, особо экономические зоны. Потому что для предпринимателей крайне важна сама инфраструктура. Газ, электроэнергия, вода, канализация и так далее. Мы, безусловно, в особо экономических зонах обеспечены те льготные режимы, которые предусмотрены законодательством. И, конечно, постараемся сделать так, чтобы административная нагрузка, которая зачастую ложится непосильным временем на бизнес, она была минимизированной. В числе проектов, оправдавших себя в Карачаево-Черкесии, Михаил Бабич назвал строительство курорта Архиза. Рассказал о том, что в рамках предстоящего бюджетного цикла с главой и правительством республики определены приоритетные проекты, которые могут рассчитывать на поддержку Минэкономразвития России. Представители Российсерхозбанка рассказали о своем проекте «Школа фермера», в котором фермеров будут учить, как правильно пользоваться банковскими услугами и продуктами. Два фермерских хозяйства – одно из Ставрополя, другое из Карачаева-Черкесии – были отмечены существенной грантовой поддержкой, которую вручил им соучредитель группы компании Домате Рашид Хайров. А представители Российсерхозбанка вручили отличившимся в деятельности фермерам-клиентам банка подарки, самые важные из которых – существенные льготы при оформлении кредита. Мадина Каракетова, Рашид Доков, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесия В Карачаево-Черкесии вечером и во второй половине дня местами кратковременные дущи гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 6-11, днем 22-27. В горах ночью до плюс 6, а днем до плюс 17. В центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 25-27 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Вести из оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 6613 человек. Из них 4754 выздоровели, госпитализированы 336 пациентов. Когда в Карачаево-Черкесии начнется вакцинация от коронавируса и будет ли она принудительной? На эти вопросы ответил министр здравоохранения Казим Шаманов. Специальный выпуск программы «Горячая линия» выйдет в эфир завтра в пятницу 25 сентября в 9 часов 15 минут утра. Температура в норме значит школьник здоров и может посещать школу для учителей и учеников среднеобразовательной школы номер 2 села Курджино. Утро каждого буднего дня начинается именно с этих фраз. Как проводятся профилактические мероприятия в этом среднеобразовательном учреждении по предупреждению распространения коронавирусной инфекции? Есть ли выявлены случаи COVID-19, узнавала Александра Коваленко. Не измерив температуру, не попадешь на уроки. Это строгое правило знает каждый ученик. Поэтому и прийти в школу нужно минут на 10 раньше. Учебное заведение села Курджинова, как и все общеобразовательные учреждения республики, работает по специально разработанному расписанию, составленному с целью минимизировать контакт среди обучающихся. Согласно санитарным нормам, наша школа не исключение. У нас имеются термометры. При входе в образовательное учреждение мы измеряем температуру. Мы развели учащихся по разным входам. У нас несколько входов. Учащиеся младших классов проходят два отдельных хода. И старшее и среднее звено проходят с центрального входа. Да, COVID-19 внес свои коррективы в ритм нашей жизни. Но благодаря бдительности родителей и педагогов в этой школе, среди учащихся не было выявлено случаев заболевания COVID-19, отмечает медсестра Инна Короткова. На данный момент у нас все в норме. То есть у детки здоровенькие, температура в пределах нормы. Если у нас обнаруживается такая высокая температура, мы перемеряем ее еще раз. И в основном потом все в порядке. Но пока таких экстренных ситуаций у нас не было, к счастью. Сейчас в школах и детских садах проходит вакцинация против сезонного гриппа. В этом году отказы от родителей на прививку не превысили цифру прошлых лет, рассказывает медсестра. Конечно, не так активно делают прививки, к сожалению. Но все-таки дети делают, я думаю, где-то процентов 40 точно. Ежедневно педагоги проводят профилактические беседы с ребятами, разъясняя о первых симптомах проявления вируса. В случае недомогания, повышения температуры, головной боли, першения в горле, учителя призывают не медлить и сообщить об этом родителям или медицинскому работнику, находящемуся в школе. Александра Коваленко, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Закрытый сезон». Редактор субтитров А.Семкин